в это не просто поверить но я на карьере 2 августа 15 часов дня я выехал сегодня в два часа ночи из климовска из подмосковья и вот в три часа дня уже здесь не торопясь такие вот дела братцы мои карьер занят но что удивительно наш лагерь совершенно свободен вообще полностью свободен я на нем один несмотря на много людей на берегу а лагерь наш сейчас выглядит вот так кто-то из стрейч ленты сделал два забора даже три вот он третий маленький такой заборчик модернизировал стол и остались две наших лавки из наших досок которые мы привезли из магазина вимус убрали очаг наш круглый земле вкопанный из камней который сделал серёга дорожкин ну и сделали вот такой очаг оставили какие-то гильзы патроны имея ввиду боевые эти как как же без этот не могут без этого а так в общем то все в порядке наши перекладины на месте если что можно натянуть тент столбы на месте все хорошо заезжай как говорится и живи что мы сделаем в самом ближайшем будущем вот так живет карьер летом море пляжующихся купающихся а также катающихся да это мои ноги в шортах идут естественно мы и чижищу сколько сидеть на биваке жару в 30 градусов ничего не делать как-то стрёмно за более чем полтора суток почти за двое суток я спал всего 73 минуты так получилось 73 минуты организм больше не стал судя утром спать солнце нагрел машину вы организм не сказал я выспался поехали ну я его послушался стал пивнул воды чуть-чуть куснул сел банан грушу сел за рулей вперед и 15 часов я уже был на карьере так вот убрав мусор с бивака собрав его в куче вечером я его сожгу что-то душа меня потянуло вернее моя душа потянуло мое тело сходить шортах и в тапочках доту да к тому самому железобетонному доту ну а раз потянула душа тело значит тело сказал есть затянула ремешок на шортах надела вот эту зеленую футболку сказала привет вот тело и душами с ним шагают сейчас по лесной дороге я уже совсем недалеко от дота метров 400 наверно не больше скорее всего уже рядом с местом гибели андрея ведя и к сейчас я к нему подойду и завернул лес обращаю внимание какой высокий папоротник смотрите по грудь мне по грудь вот такой папоротник вымахал посвистывает комарьё совсем немного нас предупреждали что тут комарьё овадьё мошка нет конечно они наверняка есть только бесстыжие нагло они пока не атакуют я взял баллончик рифтомиду два раза припшикнул на голову по одному разу на руки растер сейчас иду ну так 1 2 подлетают и поткнулись попробовали не вкусен пусть шагает дальше шагаю сейчас свернув лес мы подошли к месту поворота в лес весной она была как вы помните слева и справа голым трава лежала точнее и пожухлые остатки сейчас папоротник поднялся вновь ну что ж заходим заходим идем к месту гибели андрея федоровича папоротника не вижу те же самые мочежины вот довольно влажно тапок набрал воду ну что ж не мудрено здесь мы провались по колено весной вот раскоп бойца которую я нашел на валенке туринга и подъеме нашла медальон прочесть который не удалось вода стоит да а здесь как весной немножечко вот эта зеленая веселая трава поднялась но не более того папоротника нет не закрывает сплошным ковром места гибели бойцов вот раскоп двух пулеметчиков которых не было медальонов а вот место гибели и сосна которая выросла за счет андрея федоровича его напарника я хочу сходить посмотреть на место обнаружения григория филипповича улюпина тот самый боец которого нашел серега дорожкин тимур кутявин нашел у него медальон только 7 мая дима петров в мочежинке рядом с раскопом рядом с этим обширнейшим раскопом видите вот коричневым пятном вот это все григорий филиппович на той площади его собирали так вот рядом в мочежинке дима сказал вот там ведь такая сочная зеленая растительность это мочежинка он нашел на щуп флягу они инициалы угф это самое место рядом с которым видите вот сейчас в центре кадра стоит такой штырь это та самая стреляна избитая осколками и пулями сосна которая снимал весной так вот представьте плотность огня здесь пулеметного и минометного теперь я вернул кадр на раскоп и вот видите как его раскидала григорий филиппович не мудрено что и фляга его отброшена было видимо минометом разрывом поэтому и найдено поодаль флягу меня сейчас родственники в бийске пока не найдены собственно это и было целью моего выхода сейчас в лес в тапочках и шортах поглядеть в чем работать завтра когда парни приедут женщины когда приедет теща моя любовь аннатолина приедет конечно она не все дни будет каши варить на биваке разок а то он может быть пару раз мы и вытащим в лес возможно на раскопку коль найдем бойцов так или иначе она посмотреть а в чем работать какова территория предыдущий участок был сухой но полусухой так скажем дальше та же самая мочежина что была весной осталась и сейчас машина там не пройдет и мне надо скакать бревнышко на бревнышко да в тапочках конечно самое то здесь самое то молодец ну так мы же сами создаем себе трудности соответственно сами их героически и преодолеваем попа прыг-скок ой-ой-ой кстати это вот то самое место южная часть южная окрестность южная сторона дороги по которой я весной насмотрел три ряда колючей проволоки то нам не сейчас глазами видно на камере конечно и не показать ну и туда я сейчас не пойду пижон ой как там наталья валерьевна горит целовал допинала бы вот и я сейчас сам проселяется сказал целовал бы допинал но с другой страны ведь интересно дойду ли дойду или нет учитывая сумма кроту которая была здесь весной учатую чуваку по которой мы чавкали повышенной проходимости машины конечно пройдет урал зил газон естественно 66 легковушка не отсядет 2006 2007 годах я сюда к доту проезжал как вы помните из фильма за друге своя на машине на увазе мы пару раз вот на этом участке который только что прошел и показал сели хорошо так потрудились выдергивая выдернулись и прибыли к доту которых явился для нас полная неожиданностью мы же не знали что он там есть мы просто ехали по лесной дороге осматривали окрестности знаю что где-то тут были бои и вдруг хлоп и на вырубке находим целехонький красивяши железобетонный дот вы помните если смотрели за другие свои они смотрели так посмотрите кадры 2006 года ну конечно же подреставрированы сколь это возможно конечно там размерность формат кадра не изменить растяжку 4 на 3 и 16 на 9 иди или full hd конечно не сделать но все что можно было сделал ну давайте подойдем кто-то чего уж там осталось совсем немножко вот те самые заросли которых не было ни в шестом не в году вот они за 11 лет поднялись двенадцатом были мелкими мелкими расточками и так вот он дот скрытый травой конечно же не видны кто не знает тут даже может учить теоретически пройти мимо а мы-то его знаем даже очень хорошо знаем полагаю что железяк прибавилось с весны немного но плюсом поскольку дорога в этом месте изгибается уходит круто на юг а потом поворачивать на юго-восток мы предположили что вот в этом месте у которая вот сейчас центре кадра за молодой поросли должны быть такие же верховые бойцы как андрей федорович как максим семенович нерослов кадр конечно вышел непоказательно что я показал заросли и все не более того что тут покажешь конечно поднялся лес но но ведь вот он 80 метров от дота я сейчас на доте стою ведь я стою на доте стою на нем 80 метрах от дота лежал максим семенович нерослов со своим напарником и там остались как минимум еще один может быть двое поэтому во множественном числе скорее всего двое бойцов пулеметчиков расчет пулемета станки которых мы нашли но они смогли поднять из-за болота прибытие воды поступление воды было настолько большим что даже не помогала не обваловка бревнами и мхом не откачка воды ведрами решили оставить до августа август наступил я здесь и скоро мы придем туда и поднимем этих бойцов да а ноги то не сразу вывели к этому мрачному то леску мне пришлось вернуться к доту кстати смотрите наши перки оставлены сушиться и оставлены целое лето здесь кем-то и наш такой пришлось вернуться к доту вновь привязаться понять что ноги меня понесли влево а потом от дота пошел прямо прямо на север и вот собственно говоря практически безошибочно вышел к тому месту к той елки винтом который который собственно говоря здесь все тут и началось вот он это елка винтом ведь помните кадр в дождь когда ее снял вот а там с той стороны лежит противотанковая граната сейчас посмотрим ну да вот она и полежать себе эту и никуда не выкинул и не забрал от места обнаружения максим семеновича ничего при нем не было кроме ремешка большой горки патронов медальона голенький а его сосед его напарник при всей амуниции собственно говоря на гранаты патроны противогаз моего и нашли и дима петров нашел медальон был при нем сожалению не сохранившийся записка испорчена мы вновь придем сюда через несколько дней и поищем в этом месте вот в этом вот в этом здесь саша сибирский порезался два раза одним и тем же остатками одного и того же штык ножа обе руки разными остатками поищем возможно здесь тоже хозяин конечно же тапочках работать нельзя в ботинках тоже нежелательно потому что все будет мокрым и ботинки и ноги а вот невысоких сапогах вполне в полный рост как говорится кстати на дереве кем-то нами повешены кем-то из нас повешены кусочки кожи от ботинка или подсумка вытащены вот здесь здесь вполне может быть лежит боец сайте чачу трубыла здесь весной сейчас попроще сейчас попробуем его поднять теперь идем диску вернее коробки и диском вам один и два пулемета дегтярева да вот ведь коробка и два диска из двух половин вот коробка вросшая в дерево а хозяева очень может быть вот там метрах 8 прямо в центре кадра сейчас оттуда подъеду то самое место которые пытались обваловать брошенные стволы но не вышло вот на терраскоп 100 я мы пытались откачивать воду выбрасывали в сторону вот еще обваловка боец или бойцы один или два вот здесь здесь противогаз есть не ошибаюсь котелок и валенок вот этот противогаз от пленочки от запотевания это остатки разбитой стеклянной фляги кому-то дюралево кому-то доставалось стекло билось оно конечно нещадно должен сказать что в этом заболоченном лесу теперь можно вполне комфортно работать воды почти нет работать можно и нужно обычными средствами в обычной одежде без болотников но в сапогах не баровадничая не кукарейка не ухарства естественно полевые костюмы брюки петель если сильно комар не будет досаждать то можно и футболки бандана перчатки и сапоги повышающие горки и все у нас получится без сомнения но засим пока возвращаюсь на лагерь на озеро или на карьер кому как удобно мы это это название употребляем сейчас пошлю фото с места обнаружения прадеда ваня лапину ну и деда валерий